Здравствуйте, мои дорогие и любимые! С вами снова канал Школа Таро Альвиен. Меня зовут Карина, я таролок и практик. И сегодня мы с вами гадаем на Таро Телема. А на такую тему интересную, нуждается ли в вас загаданный человек, тема любовная. У нас будет 5 позиций по одной карте, которые, скорее всего, мы будем докладывать. И пока я выкладываю карты, я вас приглашаю на индивидуальные расклады, а также на консультации по ясновидению и на ритуалы. Напоминаю, что сейчас идет запись на годовые расклады на святки. Вы можете заказать расклад годовой и до святок. Это все по вашему желанию, естественно, делается. Но большинство людей хотят гадать на год именно в святки. Это такая традиция. Конечно, гадания в святки бывают очень информативны. 21 декабря уже, конечно, у меня все занято. Это тоже очень информативный день. Мы с вами обсуждали. Вифлеемская звезда. Но святки еще много дней там свободны. Поэтому записывайтесь, успевайте, пока есть такая возможность. В новогоднюю ночь я гадать не буду. Но близкие дни к Новому году и сразу же после Нового года у меня будет полный рабочий график. Поэтому вы можете на праздники записываться, не боясь, на выходные и так далее. Ну, на выходные в смысле общепринятые российские новогодние каникулы. Итак, Демид у меня под столом. И вот уже начал сбивать меня стойку. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая позиции. Нуждается ли в вас человек на сегодняшний день? Это у нас Агат, Тигровый глаз, Змеевик, Оникс и Клубничный кварц. И напоминаю, что видео актуально в тот момент, когда вы его смотрите. Даже если оно записано много лет назад, вы его нашли на просторах интернета, значит оно актуально для вас прямо сейчас. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, потом переходите на свой тайм-код, а мы начинаем. Начинаю я с Агата. Нуждается ли в вас на сегодняшний день человек? Выпала карта Двойка мечей. Эта карта означает, что этот человек очень хочет, чтобы вы его спасли от каких-то психологических травм. То есть он делает вид, что он не нуждается в вас, хотя на самом деле это не так. Он всеми силами пытается показать себя слепым, глухим, но на самом деле очень хотел бы, чтобы, ну, вот вы как, не знаю, дублестный рыцарь, даже если вы дама, спасли бы его от каких-то вот его внутренних проблем. А вот только нужны ли вам эти внутренние проблемы, вот в чем вопрос. Человек нуждается именно в том, чтобы вы разобрались с его внутренними проблемами. Это не та история, где человек бы вас беззаветно любил, но чувства какие-то у человека есть по этой карте. Вот, но больше этот человек ковыряется именно в себе. Выпадает король мечей, который тоже у нас об этом же говорит, что человек внешне очень холодный и злой, и закрытый, и мстительный, и может даже обладать ужасным характером, или бы слишком твердым характером. Но вот мы уже поняли с вами, да, что внутри этого человека есть какая-то психологическая травма. И этот человек вот как-то подсознательно понимает, что вы могли бы его избавить даже от этой травмы и как-то ему помочь. И вот добивались бы вот вы того, чтобы ему помочь, да. Вот самое-то интересное, какой эгоизм, что вы еще должны добиваться того, чтобы ему помочь. Представляете, насколько у человека вот в характере что-то там закостенело в душе, залипло там, да, замерзло, что это бывает, ну, так скажем, у людей, у которых есть психологическая травма от любви, и даже она перерастает уже в социопатию, уже так перерастает. То есть уже идет психическое даже отклонение. Тут могут быть и сексуального характера отклонения и так далее. Поэтому вам решать, будете ли вы добиваться того, чтобы избавить этого человека от внутренних противоречий, психологических травм, будете ли вы его спасать. Ну, вот такая позиция номер один. Теперь переходим к позиции номер два. Наша черепашка, тигровый глаз. Нуждается ли вас человек на сегодняшний день? Давайте смотреть. Дьявол. Дьявол говорит, что человек от вас зависим, особенно в сексуальном плане. Ему нравится вами манипулировать. Значит, вы поддавались. Это значит, что вы проявляете зависимость, скорее всего, в ответ или проявляли раньше. Он привык или как-то увидел в вас, что можно вас цеплять за что-то. Можно вас затащить в паутину, в сети в свои. Человек очень сильно сексуально зависим. Именно сексуально. От вас зависим. Он испытывает дикую страсть. Мечтает о вас. Хочет вас именно заманить, чтобы вы показали ему эмоции. Ему нужно видеть ваши эмоции. Ему нужно видеть ваши какие-то душевные переживания в его сторону. Этот человек очень хотел бы питаться вашими эмоциями, чувствами. И увидеть что-то в ваших глазах. Это для него очень важно. Дьявол очень чувствительный. Ему интересно всё, что связано с человеческими чувствами, ощущениями. Когда кто-то на что-то ведётся. Когда ты провоцируешь, а этот человек ведётся. Для него это очень важно. Но вы знаете, это же дьявол. Это зависимость-то такая. Она сексуальная, но и порочная. Человек может быть женат или замужем. Или вести двойную игру какую-то. То есть всё не просто так по дьяволу. Никогда не бывает просто так. Мы ещё и достали шестёрку жезлов. Этот человек хотел бы в вас что-то победить. Чтобы вы стали от него полностью зависимы, эмоционально, физически. Особенно физически. Чтобы он был такой для вас облазнитель, что вы никого бы не хотели. Только его или её. И шестёрка жезлов показывает. Этот человек хочет вас надломить, победить. Чтобы вы сдали, скапитулировали перед ним. Вот такая позиция номер два. Третья позиция. Нуждаются ли вас на сегодня человек? Наш змеевик. Мы смотрим змеевик. Ну смотрим. Так, дурак. Дурак это человек, который сам хотел бы быть свободным. Но не хотел бы никакой проявлять ответственности. Но является настоящим зависимым. То есть это тот, кто за вами следит. Интересуется, как вы живёте. Что вы делаете. Может как дурак ревновать или дура. И этот человек может всячески провоцировать глупыми поступками. Если вы нового знакомого загадали, этот человек очень подходит. Потому что очень вами заинтересован. Но пока ещё не готов переходить в серьёзную стадию отношений. Но вот всё-всё-всё о вас ему интересно. Этому человеку. Что вы делаете. Как вы живёте. Чем вы дышите. Любили ли вы когда-то. Ему хочется всё это выяснить. Проследить за вами. Насколько вы ему подходите. Примиряется. Но если вы загадали человека, с которым давно в отношениях или расстались. Дурак говорит именно о дурном характере. Когда человек безответственный, глупый, непонятный. Не умеет проявлять себя нормально к противоположному полу. Всё время совершает идиотские поступки. Но да, этот человек готов иногда взять порывистый поступок в вашу сторону совершить. Потом откатить назад. Но то, что нуждается, это факт. Да? То, что нуждается, это факт. По дураку всегда нуждается. Утус Жезлов ещё выпал. Сексуальное влечение. Невероятные силы. Страсть. Человек именно как импульс. Вот у них у обоих тут, да, этот посох. Вот смотрите. Одинаковый посох совершенно. Человек импульс. Человек интерес. То есть он не задумается мозгами вообще о вашей связи сейчас. Он задумается только какими-то инстинктами. Инстинктивно этот человек очень к вам привязан. Он в вас очень нуждается. Вот такая позиция. Позиция номер 4 на Шоникс. Нуждается ли у вас сегодня человек загаданный? Давайте смотреть. Рыцарь кубков. Этот человек очень романтично настроен на вас. Он считает, что он в вас влюблён. И очень нуждается. Его сердечко горит просто по вам. Тоскует, скучает, переживает, если вы не вместе. Если вместе мечтает о том, когда вы снова встретитесь. Обнять, поцеловать. Вот такая вся романтика у человека в вашу сторону. Сейчас, на сегодняшний день. И либо эту романтику что-то спровоцировало. Либо он давно в такой любовной агонии живёт. Но ему очень хочется быть рядом. Приласкать. Обнять. Что-то подарить. Сказать хорошие слова. И если этот человек этого не делает, знайте, что в душе у него это явно есть. И человек в вас очень нуждается, думая, что он вас любит. Почему, говорю, думая? Потому что некоторые люди по рыцарю кубков ошибаются, путая страсть с любовью. Ох, как он раздавлен, десятка мечей. Он очень переживает, тоскует, скучает. Ему очень плохо. Ему кажется, что мир его рухнул. Что вы не отвечаете ему взаимностью. Или между вами произошло что-то нехорошее. Если нехорошего ничего не происходило. Этот человек боится психологической травмы от ваших отношений. Но всё равно будет в них лезть. Потому что очень считают, что вас любят. Вот прям обожают. И на всё готов, так скажем. Десятка мечей, если вы расстались, очень здесь красноречиво. Она говорит, что человек безумно страдает. И вот хотел бы сделать всё для вас. Но сделает ли? Вот в чём вопрос. Потому что может многое мешать. Да, разные обстоятельства. Но что, этот человек нуждается в вас? Это точно. Вот такая позиция. Перейдём дальше. Пятая позиция. Нуждается ли в вас на сегодня загаданный человек? Наш клубничный кварц. Кто клубничный кварц выбрал, так сам в кого-то влюблён, может, в этого человека. Отшельник. Вы знаете, отшельник, он как говорит, что человек в какой-то определённый момент очень сильно зависел от вас в отношениях. И сейчас он пытается сбросить это с себя. То есть он в вас нуждается, но всячески пытается освободиться от этого чувства. Он считает, что в какой-то момент перешёл грань в этих отношениях. То есть грань какую? Допустимую в зависимости. Понимаете? То есть именно когда человек не хотел быть зависимым, ну, хотел развлечься, лёгких отношений, и залип настолько, что ему пришлось стать отшельником. То есть уйти в себя, молчать, ограждаться, проявлять малые инициативы, чтобы снять с себя любовную зависимость. Поэтому мозгами-то он очень хочет освободиться от чувств к вам, хотя внутренне нуждается. Семёрка жезлов показывает, он всячески себя ограждает от вас, делая всё, чтобы вы не проникли в его личное пространство, не проникли в душу, не проникли вы в его голову, чтобы вы ничего не поняли. Но на самом деле, конечно, этот человек изнутри пылает, ему ещё долго справляться с собой. Ну, есть такие люди, да, которые не планировали серьёзных отношений, к сожалению, и хочу теперь освободиться, вот хочу всё переиначить. Либо что-то случилось между вами, что человек хотел сначала серьёзных отношений, потом передумал, хочу теперь освободиться, раз вот так вот со мной там или поступили, или там что-то не так получилось. Но пока у человека есть чувство, просто он всячески будет делать так, чтобы вы этого не поняли. Ну, вот такие у нас были пять позиций. Всем спасибо за внимание. Жду ваших комментариев по данному видео. Приглашаю вас на индивидуальные расклады, на консультации по ясновидению и на ритуалы. Подписывайтесь на наши каналы, ставьте лайк этому видео, пишите комментарии. До новых встреч. Пока-пока.